Здравствуй, дорогой друг! В сегодняшнем видео речь пойдет о волнах жизни. Всякий, кому приходилось несколько лет подряд наблюдать фауну одной какой-либо местности, замечал, вероятно, что количество многих видов животных бывает в различные годы непостоянно. Так, в 1935 году начал свою книгу «Колебания численности промысловых животных» молодой тогда еще зоолог Александр Николаевич Формоза. Эта книжечка небольшого формата в серой, высветшей от времени бумажной обложке, к сожалению, никогда, ни разу больше не пересдавалась при жизни автора и стала библиографической редкостью. В ней не было сенсационных открытий о колебании численности животных ученые писали еще в 19 веке. Чарлз Дарвин обратил внимание на эту проблему в происхождении видов и высказал надежду подробно разобрать ее на примере диких животных Южной Африки, что, как известно, не осуществилось. В конце 19 века натуралист Уильям Генри Хадсон впечатляюще рассказал о том, что в годы его странствий по панпасам Южной Америки там необычайно сильно возросла численность шмелей, мышей, болотных сок, аистов, бывшая до этого на довольно низком уровне. Он образно назвал это явление волнами жизни. Североамериканские экологи, анализировавшие статистику заготовок пушнины и отстрела дичи на Аляске и в Канаде, обратили внимание на определенные закономерности в подъемах и падениях добычи охотничьих животных. Отчеты пушной компании свидетельствовали о том, что заготовки шкурок песцов достигали максимум раз в 3-4 года, а затем резко падали. Добыча американского зайца-белика становилась наибольшей раз в 9-10 лет. Интервалы между пиками добычи и заготовок казались настолько постоянными, что заговорили о циклах колебаний численности охотничьих зверей и птиц в Северной Америке. В 20-х годах прошлого столетия Витта Вольтерра, Георгий Францевич Гаус, и некоторые другие ученые применили для анализа этого явления математический метод. Его глубоко изучал Чарльз Элтон в Англии, Сергей Алексеевич Северцев, сын известного зоолога Алексея Николаевича Северцева в нашей стране. Американский охотовед Альда Леопольд в начале 30-х годов 20-го века с успехом попытался внедрить в жизнь экологические методы ведения охотничьего хозяйства. Аналогичные работы велись и в их теологии. Чем же привлекательна книга Александра Николаевича Формозова? Идея практического применения экологических теорий в охотоведении носилась в воздухе, однако реализовать ее можно было по-разному, в том числе и с полным на то правом и на литературных материалах. Формозов предпочел иной путь. Ученый описал колебания численности зайцев, белок, мелких грызунов, нескольких хищников, куриных и водоплавающих птиц. И в каждой видовой главке были итоги его собственных наблюдений, а затем необходимые практические предложения. Тогда эти рекомендации, солидно обоснованные научно, выглядели весьма радикально. Согласовывать сроки и нормы добычи охотничьих животных с состоянием их популяции и не только с численностью, но и с тенденциями ее изменений. Собирать данные о динамике численности популяции охотничьих зверей и птиц, предугадывать эти колебания. Положить прогнозы в основы долговременных хозяйственных планов. Словом, под охотничьим хозяйством подводился научный фундамент, докреплением и несовершенствованием которого охотоведение занимается и по сей день. Все это сфера действия популяционной экологии, которая в конечном итоге стремится к одному изучить законы, определяющие движение численности животных в природе и научиться управлять динамикой популяции. В общих чертах очертить проблему несложно. Каждому организму свойственна способность к воспроизводству себе подобных. Природа сконструировала ее солидным запасом. Нередко встречается рассуждение о том, что было бы, если какой-нибудь вид растения или животных смог бы полностью реализовать свою способность к размножению. Потомство одного вида микроорганизма, делящегося каждые несколько минут, через десяток-другой часов покрыло бы нашу планету слоем изрядной толщины. Пара обыкновенных воробьев, черекания которых мы слышим ежедневно, за 10 лет дала бы почти 276 миллиардов потомков. Это не обязательно быть экологом, чтобы знать возможности размножения растений и животных в природе, поставленная преграда. Фактически размер потомства намного меньше потенциального. Среда обитания создает растениям и животным условия для нормальной жизни, но она же препятствует безудержной экспансии. Между организмом и окружающей его средой устанавливается комплекс сложнейших связей. Они определяют численность организмов в тот или иной момент, как итог, равнодействующий всех факторов среды. Условия жизни растений и животных во времени никогда не бывают строго одинаковыми, поэтому их численность постоянно изменяется. Более того, в силу некоторых генетических закономерностей, она не могла бы оставаться строго постоянной и при неизменных условиях обитания. Все равно происходили бы небольшие всплески волн жизни, приливы и отливы численности. Это и есть динамика популяции. Существует немало мелких быстро размножающихся организмов с небольшой продолжительностью жизни. Подъемы и упадки их популяции могут чередоваться в течение нескольких недель, дней и даже часов. Разница же между максимумами и минимумами бывает огромной, тысячекратной. У крупных животных долгожителей медведей, львов, китов, слонов, орлов, морских черепах. И волны поменьше, интервалы между ними позначительнее. Иногда даже если наблюдения ведутся считанные годы, может показаться, что их численность не меняется. Прежде чем применить против фараона метеорологическое и биологическое оружие, Господь Бог устроил целую серию очень эффективных явлений природы. Впрочем, некоторые из них можно было, пожалуй, считать и началом военных действий с применением экологических и бактериологических методов. Бог превратил воду в реках в кровь, от чего погибла вся рыба. Поразил Египет нашествием жаб, напустил на людей и скотину мошек, наслал в дом фараона песьих мух. В конце концов устроил так, что у египтян вымер весь домашний скот. Все эти события объясняются массовым размножением растений и животных. Вода в реке действительно может стать красной. Причиной тому жгутиковая водоросль динофлагелята. Обычно водоросль малочисленная, но при определенных условиях она способна очень быстро размножаться. В одной капле можно насчитать до 6000 динофлагелят. Они окрашивают воду красной, розовой, даже в коричневый тон, и выделяют в нее очень сильный яд. Яд, убивающий почти все живое. Каковы же условия для массового размножения динофлагеляты? Сильные ливни, смывающие в реке некоторые микроэлементы. Особо требовательна водоросль к строго определенным сочетаниям железа, цинка и кобальта. Оптимальная температура воды, уменьшение ее солености, также вызываемая ливнями, отсутствие ветра. В мае 1965 года вода в прибрежной полосе около Тендровской косы менее чем за сутки позеленела и превратилась в настоящий кисель. Мертвые медузы запомнили все, мелководье, рыба исчезла. Бедствие вызвало вспышка размножения одного из видов зеленой водоросли. Характерно, что вспышки предшествовала в длительный штиль и ясная жаркая погода. Такие события не редкость для Черного и Азовского морей. Насекомые, вредители леса, как и единофлагеляты, до поры до времени ведут скрытый образ жизни, почти не обнаруживая своего присутствия. Их численность колеблется на низком уровне. Неблагоприятные факторы слишком могущественны, а под их влиянием гибнет огромная часть переплода. Оставшиеся еле восполняют текущую убыль. Но вот все изменяется, и сподвалили сразу. В 1929 году в лесах русской равнины вспыхнул непарный шелкопряд. Затем резко стала расти его численность и в лесостепной зоне, и в смешанных лесах по Волжье. В степной зоне появились очаги зеленой и дубовой листовертки. В разных местах быстро пошли вверх сосновый шелкопряд, обыкновенный сосновый пилильщик, зимняя и сосновая пяденицы, монашенка, злота гуска, опаснейшие враги леса. Этому лесу пришлось очень туго. Но откуда такое единодушие? Известный специалист по биологической защите леса прошлого века Алексей Иванович Воронцов главную причину того массового размножения энтомовредителей увидел в климатических факторах. В середине 30-х годов в бассейне Волги господствовали глубокие антициклоны. Летом на этот район обрушивались засохи, зимой было очень холодно. Хвойные насаждения терзали пожары, леса ослабли. Соотношение летних режимов температуры и влажности оказывалось благополучным для многих вредных насекомых. Осадки, микроэлементы, глобальные процессы в атмосфере, изменения местного климата, хищники и конкуренты. 3-4 вида животных, какое разнообразие факторов, способных не просто немного изменить численность, а вызвать ее резкий подъем или падение. Ведь эти факторы работают не индивидуально, а наслаиваясь взаимодействуют с десятками других и тем самым очень затруднеют выяснение истинной картины. Да, нелегкая эта задача – изучение причин, определяющих динамику численности популяции. Воспользовавшись бухгалтерской терминологией, можно сказать, что анализируя изменения численности вида за какой-то период, мы составляем своего рода баланс. В его активной части – прирост животных. И зависит он прежде всего, конечно, от плодовитости вида. Вопросами размножения экология уделяет очень большое внимание. Мы с вами вынуждены затронуть их очень бегло. Нас здесь больше интересует конечный вывод, а он таков. Плодовитость отдельных видов животных различна, обусловлена эволюционными и генетическими факторами. Под влиянием конкретных факторов среды фактическая плодовитость очень сильно отличается от потенциальной, свойственной данному виду. Вот дафния, которую мы когда-то все рассматривали через бинокулярную лупу на уроке биологии, вот предположим, что ее вдоволь обеспечили кормом, и она за всю свою жизнь отложила 230 яиц. Не докормили, заставили поголодать, и яйценоскость в 3-4 раза ниже. Мыши и полевки при полноценном питании становятся половозрелыми к месячному возрасту, а самки через каждые 35-45 дней приносят большие жизнеспособные выводки. Ухудшается питание, малость семян растений, недостаточно влажность корма. Родившиеся весной самки становятся способными к размножению только на следующий год, и выводки у них бывают мелкие и слабые. В пассивной части баланса у нас убыль животных. Жизнь, к сожалению, имеет временные пределы. У каждого вида животных они свои. Земляной червь может прожить до 10 лет, омар до 50, малая лягушка до 20, а слонова черепаха более 150 лет. Среди птиц и млекопитающих картина более пестрая. Если век ласточки 9 лет, то у грифа индейки 117. Землеройка или мышь могут прожить 2-3 года, а овца 11-12. Индийский же слон почти 80. Могут, но очень редко доживают до предельного возраста и умирают от старости. Тысячи причин препятствуют этому. Голод, болезни, хищники, паразиты, наводнения, морозы, глубокоснежьи, преследование человека и многое-многое другое. У большинства животных прежде всего гибнет молоть. Сколько взрослых рыб вырастает из тысячи кринок, отложенных самкам? Единицы. И для того, чтобы получить правильное сальдо, подвести баланс, эколог должен превратиться в щитовода, который знает, сколько животных родилось и сколько выжило. Уметь выяснить, почему произошло так, а не иначе. Ответить на сотни вопросов и выступить, наконец, в роли микрофутуролога. Спрогнозировать явления, предсказать их ход хотя бы на ближайшее время. То есть, делать то, к чему 40 лет назад призывал Александр Николаевич Формозов. Беседовать в экологии я могу еще дольше, чем о ботанике. Подписывайся на канал и ставь большой палец, если видео тебе по душе. А также смотри другие видео из цикла «Биология прост». Продолжение следует...